Всем привет! И как вы поняли из названия, мы сегодня едем делать операцию нашей Настюши на глаза. Многие из вас, самые внимательные, заметили, что Настюха постоянно, в принципе, когда едет или что-то делает, делает вот так. Просто закрываешь глаза. Вот так делаю. Еще часто из-за того, что глаза у меня болят постоянно, из-за того, что я так делаю, многие хотят сделать вот так вот. Короче, это проблема всех людей, которые плохо видят. И сейчас мы отправляемся в город Елец делать операцию. Почему в город Елец? Потому что там делать дешевле, там крутой мастер. И благо у нас есть новый продоз, который нам дали Тойота. Просто так, чтобы мы покатались и сделали прикольный видос в ТикТок, как она делает. Поэтому мы отправляемся в Куть. Все подробности уже будут там. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, перед операцией мне нужно сдать кровь из вены, экспресс-тестирование на ковид, экспресс-тест на ВИЧ, сифилис, гепатит. Это обязательно все нужно. То, что сдавать перед операцией. Отрицательный тест, не беременна. Б, Ш. Он четко видно в этот слайд. Это да. И третью видно тоже. Может, ты просто буквы не знаешь? Буквы не знаю точно. Это самый нижний. Ну что, Настя обратилась с жалобами на то, что не видно вдали. Невременно. Не видно. Была проведена полная диагностика органа зрения. Диагноз близорукость. То есть, близорукость в простонародье, а по-медицински это миопия слабой степени. И было принято решение выполнить лазерную коррекцию зрения. Настя долго к этому шла? Три года. Три года я собиралась, набиралась смелости. Три года подписана на Виктора. Три года мы друг на друга подписаны. Да, следила, как там оперируешь всех подряд. Особенно бабушку. Я поняла, ну раз бабушку сам оперируешь, старенькую такую, значит и я смогу. Бабушка такая решительная, значит и я смогу. Вот сюда на уху мне смотри. На уху, да? Да, на уху. Вот, пожалуйста, мы видим непрозрачный хрусталик. Больше переживала. Да. Умница моя, я тебя поздравляю. Видит уже? Видя. Вижу. А так операцию не боялась. Ничего не больно, все хорошо, да? Ничего не больно было. Даже после того, когда остался в мере позвоночник, он больной. Ну да, да, да. А потом ничего. Что такое обычное? Просто ничего сложного? Да, да. На амбулаторной хирургии 15 минут оба глаза. Сегодня 2-3 часа у нас песочек и зрение уже к вечеру у нас будет. Завтра с утра будет еще лучше. Завтра уже можно за рулем обратно. Так что, ребята, сегодня гуляйте. Водитель есть трезвый? Нет, нет, вы поедете, вы сами поедете, меня повезете. Обязательно нужно будет после операции соблюдать капельный режим, баня, сауна, бассейны, длительные контакты с водой, жаркие страны мы на месяц исключаем, через месяц косметика на 2 недели. Через месяц мы забываем, что у нас была вообще операция и живем обычной жизнью. А, питание обычное? Обычное питание, да. Отлично, фу, хоть есть можно. Вообще я сторонник того, чтобы пациенты пришли после операции, выпили фужерчик красного сухого, расслабились и легли спать. Отлично. Выполняем снимки роговицы, то есть вот эти вот снимки мы будем отправлять в лазер, по которому будет работать лазер. То есть, если, к примеру, лягу я под лазер или ты, то он не включится, потому что как в фильме. Видел когда-нибудь? То есть, вы под него условно программу создаете сейчас, прописываете, да? Без напряга, да? Да. Б. Ставлю век расширитель. Смотри вниз на ножки. Спокойненько. Прямненько. Прямо. На сверху. На сверху. Помненько. Прямо. Я сейчас разбегаю. Я коротко не бегаю. Я коротко не бегаю. Вот молодец. Хорошо. Я готов работать. На сверху. Лазер работает 8 секунд. Своя задача смотреть прямо на красную метку без резких движений. Договорились? Угу. Просто красную метку и все. Все. Работает лазерность. Молодец. 6 секунд осталось. Первый. Две. Умница. Сейчас появится яркий свет. Прямо. Прямо. И много воды. Много водички. Пряменько в свет. Настя. Пряменько. Снимаю. Настя. Две минуты и все. Операция закончена у нас. Ура. Выдыхай. Ага. Видишь ли ты в моих глазах всю боль души. Там в глубине живет лишь страх. И я совсем одна. Настя. Давай ручку. Аккуратненько. Аккуратненько. В кроксике. Я сильно сентиментальная. У меня слезы. Расскажи. Как все было? Неожиданно. Но приятно. Я теперь вижу. Все видно? Вижу, да. Сколько время? 25 минут пятого, да? Кайф. Уже сейчас. Завтра будет по-другому. Спасибо. Поздравляю тебя. Спасибо. Спасибо большое. Ну что, операция закончилась. Насте нельзя открывать глаза. Очень нервная баба, поэтому приходится ее убаюкивать. Ну все, меня покачает и вырвет. Аккуратненько. Открывай глаза, чтобы ты прикалываешь так. Нет, ну ты че, грязными руками еще. Даш. Ну вообще стумасочек. Глянь руки. Малко себе не раз. Что? Пациент? Как дела? Как дела? Везде важно. Класс. Мне сказали нельзя открывать глаза. Можем пока поспать или надо открывать? Как хочешь. А, привет. Привет. Можем развернули мне кровать? Тебя может выкинуть хотели? Окошко открыли. Нет, нормально все. Ну что, пойдем посмотрим. Пойдем. И поедете. Я тебя поздравляю с новым качеством жизни. Спасибо. Ты молодец. Переживала, но справилась с собой. И все прошло так, как я планировал. Сейчас я капаю тебе капли. Едешь в гостиницу. Спишь 2-3 часа. Слезотечение уже будет абсолютно по-другому. Вечером часов 10 в 11. Зрение уже будет. Слезотечение не будет. Завтра с утра будет абсолютно все по-другому. Давай. Тереть нельзя? Нет. Ни в коем случае нельзя. Клапан, который мы формировали, его сегодня можно сместить. Поэтому тереть ни в коем случае нельзя. Глаза не трем, не умываемся. Если нужно протереть личико, берем диски. Сейчас дам с собой. Кипяченая водичка и просто водичка. И протираем без прессии навеки. Капаем капли каждые 2 часа. Табрадекс. Сейчас тоже дадим. И с увлажняющими вместе. Люби. Люби меня, люби. Я умоляю. Люби меня, люби. День второй? Да. Мы приехали на... О, блин. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Не спроста это. Типа я не для красоты ношу сейчас очки. Просто солнечные лучи, когда попадают, очень неприятно глазам. Приехали на контрольный осмотр к врачу, чтобы он убедился, что все идет по плану. И все, мы уезжаем с Ельца домой. Доброе утро. У нас первый послеоперационный осмотр, первые сутки после операции. Настя, давай почитаем нижнюю строчку. Вот эту. Б, И, И, Ш, Н. Отличненько. Здесь. К, Н, И, Ш, Н. Здесь. И, К, Н, И, Ш. Я вижу, прикиньте. Я не видела этого. Здесь, Най. Л, И, Ш, Н, И. Видишь в конце 1-0? 0, да. 1-0. Это 100%. Давай 120. Е, бой, К, Б, Н, И, Ш. 120. 150, Настя. Ну нет, эту катку я не вывезла уже. И, М, Б, Н, К. Молодец. Вывезла катку эту. А 200? Нет, там уже точки. Отлично. Теперь отдельно каждым глазиком. Прикинь, у меня 150% зрение. Да здравствует жизнь без очков. В общем, собственно, клапан, который мы формировали. Помню, вчера аппаратик у нас же сжал. Формировали клапан, потом его откидывали. Работал лазер. Клапан полностью уже у нас прилип. Он никуда не денется. Может сегодня быть какие-то нюансы. Песочек. Сегодня, завтра. Это абсолютно нормально в течение недельки. Под клапаном все чисто. Просто все идеально. Показатели вообще супер. Получается, на правом и на левом глазике осталось по 0,25. Как я и планировал, по минус 0,25. Это чуть-чуть в возрасте даст тебе получше видеть вблизи. В общем, мы получили качественное зрение вдали, вблизи. Я тебя поздравляю. Ну вот и все. Теперь я вижу и отлично вижу. Капец. Три года мне понадобилось, чтобы решиться на эту операцию. Страшного ничего нет. Болезненного ничего нет. Были неприятные ощущения в течение 5-7 секунд на каждый глаз. И все. И все. Представляете? Я безумно счастлива, что теперь качество моей жизни улучшилось. И улучшилось на все 150 процентов. И вам будет прочищать с почини, Я как-то跟大家있ать около 2 по 7 апреля.